Вот они наши замечательные щипчики для кутикулы. В данном случае здесь была пружина в виде скобы, она утеряна, но тем не менее мы сейчас не об этом. Основная наша задача для того, чтобы приступить к формированию вообще заточки как таковой, нам необходимо расточить сустав, причем его верхнюю часть и его нижнюю часть. Для чего мы это делаем? Когда мы будем работать с фасками, то есть ручки у нас будут просаживаться вовнутрь, а значит есть вероятность, что вот в этой части, могу поближе даже поднести, то есть вот в этой части и вот в этой части, то есть может произойти фиксация самого сустава, и то есть режущие кромки, как бы мы ни давили, они никогда не сойдутся. Так вот, для того, чтобы нам это избежать, мы делаем расточку на вот этом вот электрокорунде, то есть низа и верха. Потом мы уже пойдем на алмаз, то есть мы будем делать уже передние поверхности, но это я сейчас просто так как бы технически показываю, пока сижу. И дальше мы устраним люфт по необходимости и уже будем формировать сами фаски, и потом по щечкам, то есть именно по задним поверхностям, то есть мы будем формировать именно толщину фасок. То есть как бы это три основных таких вот таких айсберга или там слона, да, то есть которые нам необходимо, даже четыре слона, которые необходимо сделать и научиться это делать. Дальше, когда уже мы все операции производим, то есть мы единственное, что делаем, съем с обуха и по боковым поверхностям носик, то есть мы сводим носики в остроту, то есть ну чтобы они друг за другом вот так вот не выпирали. Вот, ну и соответственно потом мы уже делаем на вулканите полировку, то есть вот он вулканит наш лежит. Вот, ну что, приступим. То есть соответственно я размыкаю щипчики, да, то есть кусачки, ручки, ручки размыкаю. И вот таким вот образом, да, то есть я именно буду делать, ну то есть расточку нижней части сустава. То есть здесь будет зеркально как бы первая часть и соответственно зеркально вторая часть. Вот, как раз таки с правой стороны, вот именно вот здесь вот где я подготовил, ну чуть-чуть вот эти 90 градусов столовал, да, то есть я буду уже делать расточку непосредственно верхней части. Причем обратите внимание, у меня с правой стороны, когда я делаю нижнюю часть, свет попадает, с левой стороны, ну точнее, когда я делаю верхнюю часть сустава, то есть, да, разделаю расточку, у меня свет идет из-под круга. То есть мне таким образом удобно наблюдать за тем, чтобы вот пяточка, да, она не соприкоснулась с абразивом. Потому что если вдруг, как бы, да, мы ее цепанули, то потом передней поверхностью не всегда удается избавиться от этого и, естественно, приходится просто пятку укорачивать. Ну то есть на какое-то расстояние, ну это бывает неправильно, да, по отношению к целостности, ну точнее длины режущей кромки. Так вот, здесь мы можем движение, то есть перед тем, как начать работу, сначала попробуйте, то есть именно настроите руки, как вы будете делать движение, то есть можно делать движение из стороны в сторону, ну в данном случае слева направо, да, вот, либо вот такими вот округлыми движениями. То есть и так, и так будет правильно. Наша задача именно, допустим, здесь вот в нижней части, да, нам нужно вот этот вот промежуток расширить и сделать выход чуть-чуть вот такой вот здесь вот на ручку, да, вот. Здесь вот как раз характерно видно вот этот наплыв металлический, ну, как бы, производитель, да, не удосужился это устранить, убрать, вот. То есть мы вот этот вот кусочек тоже мы его стачиваем и вот сюда вот заглубляемся. Здесь то же самое, как бы мы вот эту вот часть выровняем и также здесь заглубимся. То есть мы делаем, ещё раз повторю, нам необходимо расточить сустав, это нижняя часть, и расточить сустав верхняя часть. То есть нижнюю часть мы растачиваем вот таким образом, да, верхнюю часть мы растачиваем вот таким образом. То есть нам как раз вот этот вот перешеек нужно убрать. То есть в данном случае мы сейчас будем делать, то есть опять же, вот касание круга, да, Можно делать вот такое телодвижение, но здесь нужно на самом деле, чтобы было однородное пятно контакта, вот такое вот красивое, вот оно получается. Нам необходимо, как говорится, поставить руку. Для того, чтобы нам процесс упростить, мы можем вот такими округлыми движениями всего лишь навсего также осуществлять росточки. То есть здесь как бы провалы я делаю где-то миллиметров 10. И то есть вот таким вот образом каждый раз я это всё проверяю. Моя задача, вот здесь я расточил и выход на ручку чуть-чуть сделал. То есть как раз у меня в этом случае работает передняя поверхность круга и вот эта вот затыловка. То есть затыловка как раз выходит, вот она. Вот её видно. Она выходит на ручку. То есть мы аккуратненько вот так вот фасочки снимаем, делаем. То есть мы делаем именно притупление, чтобы в момент смыкания у нас, ну как бы в маникюрчице, наша клиентка, которая получит, чтобы она не повредилась. То же самое мы переворачиваем и зеркально делаем в ту же самую сторону. То есть я не сторонник кругов от болгарок по той простой причине, то что круг от болгарки выполняет только одну техническую задачу. Он делает врезку в саму ручку. А я делаю вот именно на передней поверхности, то есть я делаю росточку вот здесь вот. Ну расширяю, то есть где-то там, ну пускай это будет 1,2-1,3 мм. То есть чтобы и как раз за заходом на ручку вот этот вот момент я тоже здесь расширяю. Что мне позволяет, делая последующие операции, не отловить блокировку сустава. И теперь я делаю непосредственно то же самое, ну и точнее касанием сначала по передней поверхности и потом аккуратненько. Вот здесь вот ни в коем случае нельзя делать вот такие вот как бы движения. То есть движения идут только вот, слева направо. То есть если мы делаем, ну там вот эту ручку опускаем чуть ниже, то соответственно мы можем задеть пятку. То есть опять же мы отлавливаем определенный негатив с точки зрения укорачивания самих режущих кромок впоследствии. Вот. То есть аккуратненько сначала заглубились и делаем переход вот сюда. То есть чуть-чуть сделали врезку и сюда ушли опять чуть-чуть здесь проточили. И вот таким образом мы растаскиваем одну поверхность от другой, удаляем, скажем так. Ну в момент смыкания имеется в виду. То есть сделали, посмотрели. Вот я заглубился. Можно сделать симметрично. То есть вот здесь уголок ближе как бы вот этот. Но вот эту основную часть как бы я ее отодвинул. Ну то есть как бы саму операцию естественно я технически выполнил. Сейчас выполню визуализацию. Вот она. То есть все стало симметрично. То есть вот этот вот просвет, он стал симметричным. Теперь мы переворачиваем и то же самое. Здесь очень аккуратно, когда носик, ой носик, когда пятка находится внизу, здесь нужно быть очень предельно внимательным. То есть как бы давить сильно на круг не надо. Обороты хорошие. Обороты у нас там сколько? Две тысячи сорок оборотов. Вот. Обороты достаточно. И потихонечку так же вот. То есть сначала заглубляемся по передней поверхности, потом делаем врезку вбок. Заглубились и делаем врезку вбок. То есть раз, проверили. То есть все, вот этот кусок, вот этой стенки, я его отдалил. Вот. Ну здесь можно вот так вот аккуратненько фасочку убрать, чтобы вот здесь не зацепляли. Вот эту сторону я не трогаю. Первая операция именно по расточке сустава, вообще всей, ну как бы в цепочке операций по заточке щипчиков, вот она готова.